Тополян Альберт Гаспарович Гражданин Республики Абхазия, вступая в ряды ее вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь Быть дисциплинированным, храбрым, честно и добросовестно служить своей родине об сны Беспрекословно выполнять все приказы командиров начальников Строго хранить военную государственную тайну, всемирно беречь военное и народное имущество Но последние капли крови не щадя своей жизни защищать свое отечество Если же я нарушу клятву, то пусть меня постигнет суровая кара закона, всеобщая ненависть и презрение народа Абхазии Кадры 1993 года Бойцы армянского батальона принимают присягу на верность родине И с ними вместе заместитель Верховного Совета Абхазии Альберт Гаспарович Тополян Именно он сформировал эти два армянских батальона в составе вооруженных сил Абхазии Коренной сухумец Альберт Тополян, ранее не имевший отношения к политике, врач-кардиолог по профессии В последующие годы сыграл ключевую роль в политической жизни Абхазии, появившись на ее арене в конце 80-х, начале 90-х Альберт Гаспарович пришел в политическую жизнь для нас, участников этой политической борьбы Совершенно неожиданно, мало кто из нас его знал Но когда страсти начали кипеть на площади, на улице, здесь у нас в Абхазии Вдруг неожиданно Альберт Гаспарович бросает свою лечебную палату И свой специальный халат И пришел на площадь Пришел достаточно смело, решительно Убежденный в своих взглядах Массовая консолидация населяющих Абхазию армян произошла не сразу Если в первые дни войны часть армянского населения, не мешкая, встала на сторону Абхазов То другая часть длительное время оставалась нейтральна Созданию армянских батальонов предшествовал сложный процесс Совершая поездки в село и поселки, Альберт Тополян и его соратники Содействовали активному вовлечению армянской общины в сопротивление грузинской агрессии Многие армяне находились под влиянием грузинской стороны Тут армяно-грузинские взаимоотношения тоже сказывались Мы хорошо знаем тогда Были такие эмиссары из Армении Которые предлагали своим, скажем, соратичам, армянам Не вмешиваться в абхазо-грузинский конфликт Ибо это может сказаться в армяно-грузинских взаимоотношениях Альберт Гаспарович один из немногих Кто не подсчитался ни с кем и ни с чем И определился довольно жестко, строго и однозначно К концу 80-х годов в Абхазии функционировали две крупные армянские общины Сухумская Кронг и Гагрская Маштоц Сухумская община под руководством Альберта Тополяна Активно участвовала в политической жизни Абхазии Имела большое влияние С началом войны официальное руководство Сухумской общины Поддержало освободительное движение абхазов Чего не было со стороны членов Гагрской общины Несмотря на призывы Альберта Тополяна Армянское население в этой обстановке Чувствовало себя как бы пришельцами Нехозяев на своей земле Это и внушалось из Тбилиси Собственно говоря, это же и внушали и абхазскому населению И вот в соответствии с этим И настраивали армянское население По крайней мере на нейтралитет И вот в этой обстановке появилась организация Общественно-культурно-благотворительного общества Крунг Который создал и возглавил Альберт Гаспарович Тополян Это целиком его заслуга, наверное Его именно такой честности, в которую люди поверили Порядочности И вот эта организация как раз и стала действовать В противовес той официальной политике Которая проводилась по отношению к армянскому народу Они начали внушать ему, что это его родина Что они должны также защищать эту родину И все более широкие массы стала охватывать эта идея И в конце концов она привела к объединению Народного форума Абхазии И общество Крунг К нему примкнули и славянские организации Которые здесь были, и многие другие Альберт Тополян продолжал работу Для полномасштабной мобилизации армянского населения И выступления его на стороне абхазов К 15 марта 1993 года Отдельный армянский мотострелковый батальон имени маршала Баграмяна Организованно влился в состав вооруженных сил Абхазии В первое время он насчитывал более 300 бойцов Затем их количество увеличилось до 500 бойцов В его рядах были абхазы, греки, кабардинцы Это был хорошо организованный и дисциплинированный батальон Когда враг вступил на землю Абхазии И возникла непосредственная угроза Не только нашей государственности Но и самому существованию многонационального народа Абхазии Многие армяне, наши земляки Взяли в руки оружие И встали на защиту Родины Так было на Восточном фронте Так было и на Эшерско-Гумистинском фронте После освобождения города Гагра Когда началось формирование первой бригады Среди бойцов армян И среди тех армян, которые готовы были взять оружие Возникла идея создания отдельного армянского батальона Который бы носил имя Выдающегося полководца времен Отечественной войны Маршала Баграмяна В формировании этого батальона Своими обращениями, своими выступлениями Своим личным примером, личным участием Важную роль сыграл тогда и Альберт Гаспарович Тополян Я хорошо помню самое начало формирования этого батальона Когда батальон еще состоял только из одного взвода Помню, как он был сформирован Как был направлен на защиту на Гумистинский фронт Настоящее боевое крещение армяне получили в мартовском наступлении Так считал султан Сосналиев Тогда, как известно, абхазская армия понесла колоссальные потери Команда, которая связывала Владислав Григорьевич и Альберт Гаспарович Для нас это было очень важно Особенно те ребята, которые участвовали в боевых действиях Потому что он всегда говорил Мы должны быть достойны Показать, что мы армяне Защищаем за справедливость Защищаем свою землю с нашими братьями Стоим рядом Это очень важно было Потому что в психологический момент во время войны это нужно Потому что когда люди находятся в каком-то положении Когда они начинают, ну знаете как, не верят Может быть паника Паника это самая страшная вещь И вот он духом поднимал После создания двух армянских батальонов Альберт Тополян для грузинских нацистов стал ненавистным врагом Расстреливали мирных жителей только за то, что оказывались его однофамильцами С особой жестокостью грузинские женщины Расправились с его 85-летней матерью Хотя и он один из тех, который потерял мат Которую убили жестоким образом в оккупационной зоне Значит даже я не видел сам Но как говорят, лопатой убили грузины Мат Альберта Гаспаровича за то, что он поддерживает политику абхазскую Альберт Гаспарович умел находить нужные слова в нужный момент Это отмечают его соратники Вот, к примеру, небольшой отрывок из выступления Тополяна Перед армянским населением послевоенной Абхазии Я обращаюсь к залу К залу, в котором я был полтора года тому назад И, наверное, многим памятен тот день Когда мы говорили, что нас может ожидать Наверное, есть живые свидетели, которые были в этом же зале Я бы хотел задать вот какой вопрос Что разве только была главная задача в том, чтобы выжить в этой войне С учетом даже того, что вы были в оккупации Но каждый из вас должен был задать себе еще такой вопрос А какой мой личный вклад в дело победы, о которой вы сейчас только что говорили А победа досталась огромными усилиями, очень большой ценой И эта тяжесть легла в первую очередь на абхазский народ На абхазский народ Чтобы не быть голословным, я хочу вам сказать следующее Наверное, со временем вы познакомитесь со списками погибших И вы увидите, что 90 и более процентов среди погибших Это люди абхазской национальности Это о чем-то говорит или нет А каково наше было участие в этой войне В частности, армян Я чувствую тут публика в основном армянская Вы задаете себе эти вопросы И сегодня мы говорим о тех трудностях, которые у нас есть Как их преодолевать Мы никому не позволим приехать на готовое сюда Граждане Абхазии должны чувствовать себя полноценными гражданами Послевоенная Абхазия требовала много сил и труда Альберт Гаспарович, не изменяя своей гражданской позиции Продолжил политическую деятельность Был вице-спикером парламента, вице-премьером правительства Министром по делам молодежи, спорту, курортом и туризму В 2001 году создал боготворительный фонд Альберт Тополян награжден орденом Ахдапша второй степени Ветераны, соратники Альберта Тополяна Вспоминают минувшие десятилетия Рассказывают и о том, как тепло проходит их встреча Альберт Гаспарович все так же тверд, принципиален и требователен Конечно, во всех должностях он, где работал, он очень требовательный был С ним было легко и с ним было очень трудно Потому что многие не выдерживали этих требований И всегда как-то говорили, он очень много требует Но в такое время нужны такие люди, которые для победы, для остановления Потому что надо дисциплина Дисциплина – это уже залог победы и успеха Так что я думаю, что Альберт Гаспарович достойный И те, которые у него были черты характера Конечно, многим сегодня не хватает К интеллигентному, умудренному жизненным опытам человеку Нередко обращаются за советом И всякий раз он руководствуется не личными интересами А служению общему делу И сегодня ему исполняется 80 лет Редактор субтитров А.Семкин